тогда начнем и я хочу поблагодарить организаторов которые меня пригласили сегодня и я в качестве введения хотел бы немножко о себе рассказать меня зовут сергей я семейный врач и я переехал в эстонию двенадцать лет назад из россии из города болгограда и там я кончил университет здесь поступил в резидентуру по семейной медицине и окончил ее с 14 года работаю в разных местах частных клиниках и государственных у меня был свой участок с пациентами три года и в какой-то момент я понял что эта работа которую делает семейный врач не совсем то что то чем я мог заниматься и тогда я подумал почему бы нет и возможно было бы сделать что-то свое и вот в этом году я открыл свою клинику и там занимаюсь тем чем я хочу и тем что на мой взгляд помогает людям конечно то как лечат семейные врачи то как они работают от них во многом не зависит я например могу сам организовать свою работу и в этом я нахожу вдохновение и почему примитивная медицина потому что на мой взгляд это медицина будущего примитивная значит профилактическая нас всегда учили в университете нас учили что такое профилактическая медицина профилактика первичная вторичная афетичная четвертичная но это были все слова и для меня были слова, и для организаторов здравоохранения, возможно, это что-то значило, но если ты работаешь с пациентом, то ты в первую очередь занимаешься проблемами, которые уже возникли и практически никогда не обращаешь внимание на то, что не возникло или возникло, но только в зачатке и как ты на это можешь повлиять. И во всем мире сейчас примитивная медицина набирает обороты, конечно, она больше уходит в частную как бы часть, то есть государством не везде спонсируется, ну, например, в Америке примитивная медицина тоже является одной из таких областей, которую спонсируют страховые фирмы. Не вижу ничего необычного, альтернативного, супер какой-то уху медицины в этой примитивной медицине, абсолютно стандартная, классическая медицина с углублением, биохимией, физиологией, анатомией, никаких вообще нет отклонений, которые бы могли как-то намекнуть, что это какая-то псевдомедицина. Тогда, если у вас какие-то есть вопросы, если нет, то я начну. В общем, про превентивную медицину, если мы говорим про нее, то это обычно связано с такими общими шаблонными вещами, с шаблонными постулатами, как личная гигиена, закаливание, ну или, например, наоборот, тепловые процедуры, это избавление от плохих привычек, это распределение правильного дневного режима, занятия спортом и здоровое питание. И здесь есть нюанс. Последние исследования, ну и последние, прям не последних лет, уже много десятков лет, это ясно, что даже если все люди в мире начнут соблюдать все эти правила, они все не станут здоровыми. Потому что есть много процессов, которые более сложные, которые связывают каждый из этих факторов между собой и на которые эти факторы не могут повлиять по отдельности. И это все связано с особенностями, ну, с индивидуальными особенностями человека, с какими-то генетическими предрасположенностями и, ну, в общем, это просто классические и красивые постулаты. Но это то, на что мы всегда, в первую очередь, опираемся, если мы говорим о здоровом образе жизни. Все-таки это не меняется. О чем мы говорим как раз кроме того, кроме вот этих предыдущих пунктов, чего там не хватает? Возможно, это все теория. То есть здесь сложно говорить о том, что кто-то нашел универсальную формулу, почему все люди заболевают или как это можно предотвратить. Нет. Это все теория. И в данном случае можно говорить о хронической нехватке важных пищевых каких-то компонентов, о хроническом отравлении или интоксикации разными техногенами, в первую очередь. Ну, это значит не катастрофы, это не ядерное оружие, а это там остатки пластика, это газы, это там тяжелые металлы, вот такими вещами. И хронический оксидативный стресс. И из-за того, что наша еда постоянно изменяется, гибридизируется, диамидизируется, генетически как-то модифицируется, она уже давно-давно не та, которая была прежде. И количество веществ, макро, микронутриентов там значительно снижается. И если у нас раньше, у нас в университете было, и мы все знаем, что все всегда использовали пищевые таблицы по содержанию определенных веществ в продуктах, то последние 20-30 лет не имеет смысла их больше использовать, потому что та капуста, тот томат, тот огурец, который вы едите, он не содержит того, что указано в этой таблице процентуально. В первую очередь из-за того, что истощается почва, и состав воды меняется, состав окружающей среды вокруг. И по некоторым данным содержание вот этих питательных веществ уменьшилось примерно в два раза в сравнении с застолья с 1914 года по настоящее время. А какие-то продукты даже сто раз снизилось содержание. Конкретно вот про сто раз это говорилось про яблоки. И сравнивались разные сорта яблок с сортом Роял Гала. И вот нашли, что в сорте Роял Гала... Получается, я съедаю яблоко, это как пустышка. Я вообще ничего не получал. В сто раз снизилось. В сто раз какого-то определенного вещества. Не то, что прям все уменьшились. Нет. Много чего осталось. Я сейчас все покажу на следующем слайде. Просто какие... В общем, что... Это вот про Роял Гала. Я просто сегодня как раз еще немножечко там читал эту информацию и нашел. Прям вот. Американцы тоже делали исследование такое. И нашли, что вот конкретно в этом яблоке... Не помню, что там в сто раз меньше чего было. Кальция, по-моему, или... И в картошке тоже намного меньше было. Ну, в общем, здесь можно увидеть, что содержание железа в среднем, да, примерно на 96% упало в яблоках. Кальция на 48%, магния на 83%. И в капусте калия на 58%, кальция в помидорах на 60%. И содержание полезных бактерий также у нас уменьшилось. Почему? Здесь имеется в виду не только та бактерия, которую вы с кефиром пьете, но еще та бактерия, которую вы употребляете при контакте со всем остальным. Это может быть животное. То есть вы едите яйцо, но вы никогда не контактировали с курицей. Вы едите говядину, вы никогда не видели корову, не трогали. Точно так же человек не контактирует с землей, не контактирует с, ну, какими-то другими факторами, содержащими бактерии, в том числе полезными бактериями. Мы знаем, чем больше их... Также исследования проводились и в среднем... Ну, может быть, там было не в среднем, но... До сорока раз меньше может быть у человека бактерий, которые населяют микробиом кожи, у которых живет... у человека, который живет в городе, по сравнению с человеком, который живет в деревне, из-за того, что у него постоянно контакт с животными, с растениями. Ну, в общем, с живой природой, да? И если говорить про бактерии, все-таки там про кисломолочные продукты, про квашеную капусту и про все остальное, где есть бактерии, то тут, конечно, мы уже тоже отошли от вот этой культуры ферментирования, от культуры сохранения продуктов. Когда раньше невозможно было что-то сохранить на зиму, что делали? Сушили, ферментировали, сохраняли, квасили, солили. Ну, вот... Из-за этого бактерии... количество бактерий тоже уменьшилось. Токсины окружающей среды. Что было раньше? Это бактерии, грибы, это паразиты, это алкоголь, естественные лекарства, ну и стран, например, никотин, табачный дым и тяжелые металлы. Ну, это всегда было. А что сейчас? Это синтетические упаковочные материалы, средства для гигиены и моющие средства. Это синтетические лекарства, синтетическая косметика, синтетические заменители табака и наркотики. Причины преждевременного старения. Сейчас считается, что одной из ключевых причин преждевременного старения это хронический стресс и сопровождающий хронический стресс повышения гормона кортизола. Кортизол выделяется надпочечниками. В развитых странах эти изменения настолько выражены, что создаются целые, опять же, если мы говорим про частную медицину, клиники, которые занимаются этим, эндокринологические клиники. Потому что настолько выходит гормональная система из равновесия, в том числе из-за избытка кортизола, из-за хронического стресса. И здесь можно говорить о болезнях цивилизации. Это как раз ожирение, это диабет второго типа, это деменция или статическое слабоумие, это подагра, это рак, в общем, тоже. Какие-то рака, которых раньше не было, вот сейчас более активно. Ну, например, рак для толстой кишки. Когда у человека есть хронический стресс, выделение его гормонов не только кортизола, но и других гормонов нарушено. И это не так, что оно нарушено только тогда, когда вы в стрессе. Вот это вмешательство кортизола разрушает, ну, на большой промежуток времени соотношение всех других гормонов. И тем более, если он, например, внедряется в те участки времени, когда кортизол должен быть низкий, но в это время он у вас повышается, это, конечно, провоцирует еще более сильные всплески или нарушения гормональные. Ну, например, мы говорим про то, когда кортизол высокий ночью, когда он быть не должен. Что может вызывать подъем кортизола? Это перегрузка на работе, перенапряжение, отсутствие удовлетворенности семейной жизнью, это материальные проблемы, это нарушение ночного сна, ну, например, при работе в ночные смены. И это плохое или недостаточное питание, или, может быть, оно достаточное, но оно не такое, которое нам нужно. Это избыточный контакт с СМИ, средствами массовой информации, хронические инфекции и внутренние и окружающие нас токсины. И, как я уже упомянул, это влияет на почечники. Главный наш защитный гормон, главный наш защитный орган, который отвечает за реакцию fight or flight, ну, в общем, daily duty, да, ну, в общем, защитный орган. Можно говорить о том, что, ну, вот, есть такое понятие, оно на Западе, может быть, не сильно распространено, в, так сказать, в восточной части Европы больше распространено, но я склоняюсь к тому, что оно очень, очень важно и имеет место. Это хронический эколого-профессиональный синдром перенапряжения. Для того, чтобы этот синдром перенапряжения возник, нужно, чтобы была подготовленная почва. А подготовленная почва для организма, это как раз организм, который истощен. Истощен, ну, например, неправильным питанием, это токсинами из разных... полученным из разных источников. И у организма просто не хватает защитных механизмов, ну, антиоксидантных механизмов в том числе. И возникает этот каскад из свободных радикалов. И, как правило, этой реакцией повреждаются наиболее чувствительные органы и системы органов, такие как пищеварительный тракт, как соединительная ткань, как иммунная система и репродуктивная система. И этот синдром может длиться много лет. Ну, его можно назвать как угодно, хроническая усталость или... как-то по-другому. То есть, так скажем, острого какого-то выхода из этого нет. То есть, острого заболевания, этому нет. Но это такой накопительный процесс. И в течение этого накопительного процесса, в ходе этого накопительного процесса, в течение многих лет может наблюдаться подавление деятельности многих органов. Ну, например, это как регенерация пищеварительной системы, когда мы видим гастрит, дуаденит, язву, колит. То есть, это всё связано с нарушением обновления клеток. Это нарушение созревания и активации иммунных клеток. Это проблемы с иммунитетом, в первую очередь. Это подавление аутофагии или аутофагии, процесса самозащиты организма, самоочищения. И на нарушение транспорта и метаболизма, и поддерживающие функции связочной и соединительной тканей. Ну, а это всякие проблемы с мышцами, с суставами, с сухожилиями. И это нарушение функции размножения. Теперь немножко попогробнее со стороны пищеварительной системы. Если возникает воспаление, ну хорошо, возьмём такое теоретическое воспаление. Мы точных факторов не знаем, но мы знаем, что если воспаление возникает, значит структура внутри повреждается. Это препятствует всасыванию каких-то продуктов, которые предназначены для того, чтобы этой структурой всасывались. И это вызывает, в свою очередь, недостаток этого продукта или компонента. Ну, важного. И уже это, в свою очередь, может запускать определённые процессы, которые вызваны, ну, которые вызваны как раз недостатком этого вещества. Ну, в общем, такой икру получается. Если где-то что-то нарушается, это всегда приводит к такому каскаду, который, в свою очередь, приводит к тому же самому, с чего все началось. И здесь же я хочу упомянуть про синдром дырявого кишечника. Или, ну, как его, не назови, дисбактериоз хронический, или нарушенная проницаемость кишечника, или, ну, в общем, как угодно. Это понятие есть, не имеет смысла его отрицать, и все исследования последних лет 10-15 поддерживают его. Возможно, нет точного понимания, как это всё действует. Сейчас больше, более подробно это всё исследуется. И известно, что все, например, токсины, ну, я прямо не побоюсь этого слова сказать, действительно, токсины у нас в организме есть, да, от этого никуда не денешься. И если какой-то врач говорит, что да ну, да что вы, у вас токсинов никаких нет, там, ну, этого не может быть, значит, этот врач просто, ну, не знаком с базовыми принципами биохимии, физиологии. И у нас человек, ну, что-то поступает через пищеварительный тракт, и это что-то всасывается. И часть того, чего не всасалось, движется дальше по кишечнику. И если в кишечнике есть проблема, например, как раз вот этот синдром нырявой кишки, leaky gut или increased gut permeability, то это может приводить к тому, что те вещества, которые не сосались, или те, которые не должны вообще сосаться, они по какой-то причине проходят через стенку кишки и проникают в кровеносные сосуды. Это могут быть аллергены, это какие-то ксетобиотики, токсины, остатки белков, которые могут вызывать реакцию, интоксикацию, в общем, все что угодно. Кожные болезни. Да, кстати, вот этот слайд про то же самое. Здесь не только те продукты, которые вы съели, могут вызывать эту интоксикацию и проходить через кишечный барьер, но также те вещества, которые выделяют бактерии ваши кишечные, потому что у вас же есть полезные бактерии и, так скажем, вредные бактерии. Полезные выделяют короткоцепочные жирные кислоты, в том числе, у которых противовоспалительный эффект. А вредные бактерии выделяют все остальное. Разные газовые, токсины, продукты своей жизнедеятельности. Ну, в общем, ходят в туалет у вас в кишечнике. И, конечно, цель наша, чтобы у человека у вас была максимально заселенная дружественными бактериями среда в кишечнике. И в кишечнике же все бродит, гниет. И вот это все тоже связано. То есть кишечник – это не металлическая труба, через которую ничего не проходит, что бы вы ни съели, это вот как есть и надо увидеть дальше. Каждый, каждый компонент еды, который вы получаете, который вы едите, употребляете, он имеет свою метаболическую активность. И он что-то делает в вашем организме. Здесь я также описываю аллергию, что может возникнуть такая ситуация, когда у человека может быть реакция аллергическая не только на пищу, но, например, на внешние какие-то факторы. Например, на пыльцу. И вы знаете, что есть такой феномен, как перекрестная аллергия. То есть, например, та еда, которую вы съели, она содержит компонент, который подобен тому, который обитает в воздухе. И это может вызывать такую реакцию. То есть тот компонент по какой-то причине, скорее всего, из-за синдрома проницаемости кишечника, попал в кровоток. То есть он был антигеном, на него организм выработал антитело. И, по сути, образовалась такая реакция антигена-антитела. То есть, по сути, аллергическая реакция или такая классическая защитная реакция организма. И вот если человек потом контактирует с перекрестным аллергеном, который он съел, например, это где-то в пыльце, или клещ домашней пыли, или плесень какая-то, то это может вызывать обострение. На самом деле, процесс аллергии протекает постоянно, круглый год. Но просто обостряются все моменты, когда вот этих антигенов становится чуть больше, которые человек получает. Клетки иммунной системы. Свободные радикалы повреждают обычно рецепторный аппарат клеток иммунной системы, что уменьшает их коллективное взаимодействие и снижает их способность распознавать повреждающие факторы. Бактерии, вирусы, грибы, или другую клетку, которая опасна, например, мутировала. И это вызывает, по сути, иммунодефицит. Но не такой иммунодефицит, когда... Ну, иммунодефицит, и у меня здесь написано также аутоиммунные болезни. Но это не такой иммунодефицит, когда вы идёте к врачу, а делают анализ и находят, что у вас меньше каких-то иммуноглобулинов или там клеток CD4 или каких-то ещё. В этих всех анализах количество клеток будет в порядке. Никто не проверяет рецепторный аппарат этих клеток. Никто не проверяет, насколько они между собой взаимодействуют. И это и есть самое основное, что суть многих токсинов в том, чтобы повредить рецепторный аппарат клетки. Но саму клетку оставить в покое. Просто она будет неполноценная. И поскольку я также помню, что иммунные клетки участвуют, они участвуют у них такого коллективная, круговая порука, то если рецепторный аппарат одной клетки повреждён, весь другой каскад иммунный также будет нарушен, потому что самая первая клетка не отдала им нужного сигнала дальше. Соединительная ткань, функция соединительной ткани. У нас вопрос возникает. Это то, как ВИЧ работает, да? Ну, да, потому что... Тоже повреждает рецепторный и вот эту составляющую клетки. Ну, там точно что-то есть с рецепторами, но вот я... Поэтому у человека иммуниссет пропадает. Ну, там смотрят по количеству антител всё-таки, а не по способности этих антител взаимодействовать. Да, если мы делаем анализ, да, и смотрят там лечение или что-то, то всё-таки смотрят просто количество и соотношение киллеров этих цена-4 и цена-8. Да, не могу точно ответить на вопрос, и где мы делаем там 100% все рецепторы. Возможно, рецепторный аппарат нам тоже как-то задействует. Что касается соединительной ткани. Свободные радикалы... Я дальше скажу ещё про свободные радикалы немножко, чтобы вам было ещё и помонять. Ну, сейчас так, в общем, про их повреждающий эффект. Свободные радикалы нарушают работу фибробластов, основных клеток, которые синтезируют разные виды, но и участвуют в синтезе разных видов соединительной ткани. Ну, например, костей, хрящей, связок. И поскольку эта работа фибробластов нарушена свободными радикалами, то, соответственно, формирование и обновление этих компонентов также будет нарушено. И здесь я тоже привожу в пример... Не в пример, а привожу такой термин, как дистопия. В Эстонии мало обращают на это внимание. Уж не знаю, кто... Иногда на УЗИ, я вижу, описывает врач, например, опущение почки или там что-то ещё. Никто особо не вдумывается в эту... Почему? В причину этого. Ну, там или врождённое, или там приобретённое. Здесь можно подумать, что как раз причина этого может быть какой-то токсин, который аккумулировался в соединительной ткани, нарушил её функцию. Из-за этого весь аппарат, который поддерживает внутренние органы, не функционирует так, как должен быть. Из-за этого органы могут опускаться. Здравствуйте. 85% тела — это соединительная ткань. И, действительно, кровь — это тоже соединительная ткань. Поэтому, если говорить о том, что свободные радикалы повредают также клетки крови, ну, а здесь уже можно говорить, что какая-то проблема может и с кровью возникнуть. Во всех органах эта система работает примерно одинаково. Обо всех органах. Если какой-то повреждающий компонент попадает в кишечник, но сейчас я про пищеварительную систему ещё здесь поговорю, то, в общем-то, это открытые ворота для того, чтобы дальше навредить какому бы то ни было органу или системе вашего организма. И, конечно, мы здесь говорим, в первую очередь, про превенцию и про болезнь цивилизации. Здесь на первом месте избыточный вес и метаболический синдром. И конкретно про метаболический синдром, то вещество, которое оказывает этот повреждающий эффект, или одно из тех веществ, одно из тех токсинов — это сахар. Или разные виды углеводов. Что касается метаболического синдрома, здесь, в первую очередь, висцеральное ожирение. Это гипертоническая болезнь, это инсулин-резистентность, это преддиабет, это увеличение количества мочевой кислоты в крови и увеличение количества триглицеридов. Сейчас я посмотрю, если у меня там про висцеральное ожирение. В висцеральное ожирение у нас есть разные типы ожирений, в зависимости, может быть, там тоже от пола, по типу яблок и по типу груши. И, в общем, это ожирение по типу яблок, это, скажем, классическое висцеральное ожирение, когда человек жиреет здесь, в средней части. И оно считается наиболее плохим, потому что этот жир откладывается не под кожей, а между внутренними органами и его внутренние органы. И это такой классический тип хронического воспалительного процесса, потому что жир — это всегда источник низкоуровневого воспаления. Где бы он ни был, у нас допускается подкожный жир 10%. Все, что больше этого, это уже не подходит. А если мы говорим про висцеральное ожирение внутреннее, то вообще ни в каком количестве оно недопустимо. Ну, возможно, прям какой-то минимальный процент. Но я не встречал вообще, чтобы где-то хоть сколько-то можно жира отложиться как бы вредного, производящего воспалительные компоненты. Инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность — такое понятие, такое состояние, когда в ответ на излишнее употребление углеводов, ваше поджелудочное — что такое сахар? Ну, вы съели, например, булочку, она переварилась, в кишечнике всосалась, и в кровь начал поступать углевод. Глюкоза, например, да, ну или какие-то сахарины мелкие. И что это такое? Это яд для организма. И организм сразу дает силу. Он понимает, что в кровь поступил яд, его нужно оттуда убрать. И он дает силу поджелудочной железе, которая выделяет инсулин. Инсулин открывает клетки организма для поглощения ими сахара. То есть он должен быстро убрать клетки из организма и направлять ее в разные органы. В первую очередь в мышцы. Ну, также в головном мозге, в печень. Что такое инсулин резистентность? Когда вы употребляете сахар все больше и больше, организм стимулирует поджелудочное все больше и больше, инсулина вырабатывается все больше и больше. И в итоге клетки, которые должны реагировать на инсулин, чтобы поглощать сахар, все повышающееся количество инсулина перестает реагировать. Или реагируют очень мало. И вот это как раз и есть такой критический момент, когда у человека возникает инсулинорезистентность, когда для того, чтобы убрать сахар из крови, организму нужно так постараться, настолько простимулировать поджелудочное, настолько поднять инсулин, что это становится выше его сил. И почему это считается плохо? Потому что инсулин сам по себе плох в больших концентрациях. Он является фактором роста. То есть он стимулирует в том числе разные опухоли. Он является провоспалительным компонентом. Предиабет – это состояние, при котором количество… У нас есть такой показатель трехмесячный сахар средний или гликированный гемоглобин, ХВА1С. Я здесь про это не писал, извините, может быть, нужно было написать нам. Так вот, референсное значение трехмесячного сахара от 5 до 7, от 4 до 6. И если вы придете к врачу к семейному, он нам скажет, что у вас издали кровь, и у вас трехмесячный сахар – 5,8. Семейный врач не посмотрит на это, потому что лаборатория не показала ничего. У лаборатории тот ответ, который пришел, ни желтым, ни красным, ничего. Желтым будет только тогда, когда будет 6,1. Вот, пока 5,7, 5,8 – еще ничего. Но на самом деле это говорит о том, что у вас уже есть преддиабет. Преддиабет – это больше, это когда трехмесячный сахар, начиная с 5,7. 5,7 до 6,4 – это преддиабет. Выше 6,4 – это уже диабет второго типа. Так вот, для того, чтобы это все сформировалось, преддиабет, и чтобы ваш сахар поднялся с 5, которым мы считаем идеальным, показатель трехмесячного сахара и гликированного гемоглобина, 5 он должен быть. 5,4,7, 4,8 – чем ниже, тем лучше. Тем меньше сахара в крови. На это уходит много лет, пока у вас сформируется преддиабет, потом диабет второго типа. Ну, в среднем считают 10 лет. Мочевая кислота – это тот компонент, который стимулирует фруктозой фруктов, алкоголь и белки. В первую очередь сейчас наиболее актуальна фруктоза и алкоголь. Алкоголь. Алкоголь, в первую очередь, пиво и сизер, независимо от того, алкогольный или нет. А фруктоза, что делает, это, ну, мое любимое сравнение, да, которое, ну, в принципе, многие используют, работает, как у медведей, которые едят перед зимовкой фрукты, ягоды и нет, да, то есть они набирают жир, у них повышается уровень мочевой кислоты, мочевая кислота тормозит метаболизм и стимулирует откладывание жира и замедляет его расходование. Так что те люди, которые едят фрукты, богатые фруктозы, ну, в первую очередь, виноград, например, манго и бананы, ну, много таких фруктов, каждый день или через день они, как медведи, дают своему организму сигнал, что жир нельзя расходовать, им нужно откладывать, потому что впереди зимовка, поэтому вот каждый день есть фрукт или банан на перекус, это, в общем, метаболическом плане, ну, такое медленное самоуничтожение. А в спячку можно спать? Там, наверное, какие-то другие еще механизмы задействованы, но... Я еще хотел вопрос задать, вот сейчас популярное движение бодипозитива и так далее, потому что принятие собственного тела, но все же аргумент о том, что иметь лишний вес – это попросту губительно для организма, он как бы, ну, его не разбит, потому что это факт. Правильно? Да. Ну, мы не говорим про эмоциональную составляющую и какую-то другую составляющую этого всего, но, конечно, человека там нельзя унижать и все остальное, нужно к нему хорошо относиться, но понимание здоровья и здоровье у такого человека – это, конечно, разные вещи. То есть всегда человек с издочным весом, он всегда нездоров. Но не бывает просто людей с издочным весом здоровых. Это просто разные понятия. Бодипозитив – это одно, что… А вот медицинский компонент – это другое. Хорошо, а тогда такой вопрос с другой стороны. А с точки зрения медицины, вот люди, которые демонстрируются как врачи здоровья, ну, это обычно мужчины атлетического телосложения и то же самое с женщинами, это является с точки зрения медицины, вот развитая мускулатура именно, какая-то это является показателем здоровья или это, наоборот, желание как-то, ну, слишком сильно развить вот именно мышечные ткани, это может оказаться губительным? Очень хороший вопрос. Это я в этой лекции в конце немножко упомяну про это. Мышца, в общем, функция мышц недооценена. Считается, что это просто, ну, вот, какой-то аппарат для нас физический. На самом деле мышца – это активный метаболический орган. И чем больше мышц, и исследования это показывают, подтверждают их, и будет только больше, что чем больше мышц… Я сейчас себя не очень увереннее чувствую, потому что у меня мышц не очень много. Ну, вот, как бы… Ну, вроде говорю о здоровье, да, вот у самого такая ситуация. И чем больше мышц, тем вы будете здоровее к моменту старения. Потому что мышцы, я ещё тоже скажу, мышцы выделяют многие противовоспалительные компоненты. Они выделяют противораковые вещества. Они способствуют, они предотвращают развитие остеопорозов. У мужчин способствуют выработке тестостерона. И, в общем, чем больше мышечная масса у вас к старости, тем меньше риска заболеть разными болезнями. Вот это так доказано. Да. То есть, здесь у абсолютно стопроцентно составляющей среды эти мышцы получены здоровым путём. Да. На этом слайде я хотелось бы рассказать, что хронический… что, значит, ожирение висцеральное, оно также связано с повышенным стрессом и с избыточным выделением гормона кортизола. Поэтому для того, чтобы решить проблему у человека, который, например, работает до трёх ночи, который, не знаю, работает на трёх местах или со сменными работами, который в постоянном стрессе, который ничего не успевает и который хорошо… Он может заниматься спортом, он может здорово есть, но до тех пор, пока у него высокий уровень кортизола, который также выполняет много разных других негативных функций, он стимулирует аппетит, он замедляет липолиз, разложение жира. До тех пор, пока мы с кортизолом не справились, у этого человека невозможно похудеть. У меня есть одна пациентка, как раз вот очень-очень подходящий пример для этого. Она ложится спать в 5 утра, она работает бухгалтером. И, ну, в общем, мы с ней поговорили, и я говорю, вы можете делать работу так, чтобы просто она с другой стороной сотрудничает, и вот как-то ритмы немножко сбились. Она говорит, в принципе, и ногу заканчивать в 12, и тогда ложится спать. Но самое что необычное, что она ест ночью, и последний раз это может быть в 3 часа. И это не огурец, а это торт. И вот, то есть, очень-очень много составляющих. Что особенно поднимает кортизол, это хронический недостаток сна, хронический психологический стресс, алкоголизм и кофеинизм. Я не говорю о том, что кофеин, что кофе полезен, ну, в общем, кофе полезен, и чай полезен, все, что содержит кофеин, но мы говорим опять о физиологических количествах, тех количествах, которые у вас, которые приемлемы для вашего организма. Ну, например, от 1 до 4 чашек зеленого чая в день можно пить в первой половине дня, кофе 1, 2, 3 можно. Но это зависит от того, какой у вас вес, какие у вас сопутствующие болезни. Если вы весь на стрессе, или вся вот такая с тревожным расстройством, возможно, излишний кофеин еще больше вас будет выжимать, потому что что делает кофеин, по сути, выжимает ваши резервы. То есть, это касается энергетических напитков тоже. То есть, сейчас улучшает, а в благовременной перспективе ухудшает состояние. Что уменьшает уровень кортизола? Это низкое углеводное питание, смех, общение с домашними животными, любимая музыка, танцы, йога, медитация, тай-чи, цигун, умеренная физическая нагрузка. Почему умеренная физическая нагрузка? Мы знаем, что во время интенсивной, длительной физической нагрузки выделяется много кортизола. То есть, например, у вас есть склонность к тревожному расстройству, или вы плохо спите, вам не рекомендуется часовая тренировка табаты, или бодипампа, или чего-то, потому что после этого ваш кортизол еще будет много часов, еще выше, чем он был до этого. То есть, вам, наоборот, тренировка нужна короткая, например, хаи-итэ, или высокоинтенсивная интервальная тренировка, H-IT. Она длится 15-20 минут. Во времени ее и кортизол немножко выработается, и гормон роста, чтобы все восстановительные процессы у вас усилить. Но при этом этот уровень кортизол будет приемлемый для вас. А оставшееся время для тренировки используйте для чего-то другого. Пилат, йога, медитации, может быть, там немножко побегите, или что-то, если тоже для вас приемлемо. Очень важна правильная осанка. Правильная осанка. Почему? Потому что позвоночник ваш хочет быть прямо, стоять. Ну, или, по крайней мере, чтобы соблюдались его более-менее физиологические изгибы. Если эти изгибы нарушены, происходит компенсаторное нарушение сдавливания разных структур вокруг позвоночника. В том числе это нервы, связки, сухожилия. Там также нарушается кровоснабжение разных структур около позвоночника. Это не только позвоночник. Мы знаем, что как только около позвоночника нервы ущемился, этот нерв идет ко внутреннему органу. Внутреннему органу иннервация этого внутреннего органа нарушается. То есть проблема, например, где-то в кишечнике может быть от того, что у вас когда-то в молодости вы занимались спортивной гимнастикой, повредили спину, у вас межпозвоночная грыжа, диск вышел, и вот с одной стороны он постоянно сдавливает нервы, из-за этого, например, может быть хронический калит или что-то другое. Если проблема в шее, то, в общем, еще хуже, потому что чем выше, тем более обширное влияние на внутренние органы. Ну и опять мы знаем, почему еще осанка должна быть правильная, потому что у нас есть блуждающий нерв, который идет с головы до 2-3 кишечника и нервирует большинство внутренних органов, диафрагму. Как только вы где-то как-то... Тогда у блуждающего нерва есть много мест, где он может пережаться. Как только блуждающий нерв пережимается, блуждающий нерв – это часть нашей парасимпатической нервной системы, успокаивающей нерв, расслабляющей систему, которая отвечает за ваше долгожительство. Только он пережимается – это стресс для органа, до которого не дошел нужный сигнал. Это вызывает нарушение иннервации этого органа, кровоснабжения, потому что сосуд, который подходит к этому органу, он не знает, сколько крови он должен нести, как он должен сокращаться и все остальное. Это ему дают знать нервы. Так вот, если нервы и щемлет, то и сосуды в этом органе работают неправильно, потому что сосуды получают сигнал от нервов. Глубокий сон, хорошее освещение помещения – это мы тоже знаем, что если первая половина дня – это лучше должно быть освещено, если вторая половина дня – меньше должно быть освещено. Опять, если мы говорим про долгожистие, я в этой лекции на этом не останавливаюсь, но просто забегу вперед, может, в отношении будущих лекций. Чем ближе к вечеру, тем больше вам нужно переносить свет сверху на бока и на низ. Это задействует физиологические механизмы в организме, когда человек примерно как садится солнце, то есть сверху вниз и красный свет. Так вот, вам нужно стараться, чтобы вечером, после 7-8 вечера, у вас дома не было вот такого белого света, синего, чтобы свет был по возможности желтый или с красным спектром. Можно использовать старые лампочки Ильича. В общем, сейчас даже среди биохакеров считают, что в спальне лучше поставить лампочку Ильича, не сильно яркую. И опять, в спальне рекомендуется не использовать верхний свет после 8-9 вечера. Это лучше, чтобы была настенная лампа или если вы вечером встаете вообще в туалет, тогда на уровне глаз ничего не должно быть. Освещение должно быть только снизу. Ну, это так влияет на суп-прохиазматическое ядро и на рецепторы ваших глаз, которые отвечают за выработку мелатонина, которые находятся в глазах в том числе, которые отвечают в дальнейшем за выработку мелатонина. Ну и разные эфирные масла и все другое, что успокаивает. Что касается еды, которая может способствовать снижению уровня кортизола. Это low carb, high fat, низкоуглеводная высоко жировая диета. Это, так скажем, это все началось с диеты Аткинса, когда это была просто высоко жировая диета. Но сейчас считается, что это тоже можно использовать, но в контексте снижения кортизола все-таки низкоуглеводная диета, как мы ее называем, это оптимально. Также это масла растительные определенные, только те, которые богаты омега-3. Ну, в первую очередь, это оливковое масло первого отжима, холодного отжима. И, в общем, опять, если мы возвращаемся к биохакерам, то это где-то 50 миллилитров в день масла оливкового нужно стараться употреблять салатом или просто так, и утром натощак, в кашу, куда хотите. Фосфатидилсирин из рыбы, из бобовых, витамины С и Д, магний, цинк, куркумин и клетчатка. Я также остановлюсь на так называемом процессе гликации или на конечных продуктах гликирования. Это сейчас тоже очень популярная тема. в контексте антиэйдж-медицины. Потому что, как только сахар находит белок или жир, он с ним соединяется. И только если это соединение происходит не ферментативно, как обычно, а не ферментативно, то это и есть гликация. Или гликирование – это необратимое связывание жизненно важных компонентов. то есть это молекул белка и жира с углеводом. И вот эти компоненты, когда сахар связался с жиром или с белком не ферментативно, как бы пропитал его. Это и называется конечный продукт гликации. Есть разные конечные продукты гликации. в вашем организме происходит это так постоянно. И также это можно, когда сахар вашего организма связывается с этими компонентами, считают, что конечный продукт гликации – это также заболевание глаз. Например, катаракта. Потому что стекловидное тело – это, в общем, такой комплекс из белка. И мы знаем, что у диабетиков чаще появляется катаракта. Потому что как раз этот сахар, избыток, он взаимодействует с белком в стекловидном теле и в хрусталике, извиняюсь. И не в стекловидном теле, а в хрусталике. И, опять же, жареное мясо. Почему я его сюда поставил? Потому что это классический пример, когда вы, например, маринуете мясо в чем-то, что содержит сахар. Ну, любой соус. Или когда покупаете какой-то магазин на маринаде мясо, оно всегда содержит сахар в себе. Как только там есть сахар, это значит, что та корочка, которая образовалась, это корочка, богатая конечным продуктом гликирования. Это яд. Ну, и здесь я тоже в конце пишу, что, да, в общем, конечные продукты гликирования – это такие классические вредители. Они повреждают тоже все, что видят. Сосуды, в первую очередь. Сосуды разных органов. Ну, например, там, сосуды сердца, глаз. И если говорить о том, какой-то есть универсальный вредитель, то это кроме свободных радикалов – это конечные продукты гликирования, которые ускоряют старость. Фруктоза. О фруктозе раньше много не говорили. И даже продавались и сейчас продаются тоже. В отделе для диабетиков есть продукты с фруктозой. Но почему вообще этот вопрос возник? Это будет на следующем слайде, я думаю. И фруктоза всасывается медленнее, чем глюкоза, чем обычный сахар. Значит, сахароза, глюкоза. И медленнее повышает сахар крови. И из-за этого его как раз советовали раньше диабетикам. Но потом, когда увидели, что люди, которые его употребляют… Ну, в общем, это, может быть, не увидели, а, скорее всего, проводили какие-то исследования и поняли, наконец, что на самом деле фруктоза не настолько безопасна. Сейчас расскажу, почему. Фруктоза метаболизируется на 100% в печени. То есть, если, как я вам объяснял до этого, глюкозу, инсулин вталкивают в органы разные, чтобы они, например, в мышцы. Поэтому, чем больше у вас мышц, тем больше вы занимаетесь спортом, силовыми тренировками, тем меньше у вас должен быть сахар крови. Поэтому всегда советую пациентам с высоким сахаром заниматься спортом. Не для того, чтобы для общего как бы оздоровления, а для того, чтобы у нас есть специальная цель, потому что инсулин вталкивает сахар в мышцы. И мышцы его поглощают больше всего. Так вот, чем больше у человека мышц, тем меньше у него вероятность развития сахарного диабета второго типа. И, значит, а фруктоза метаболизирует печень без участия инсулина. И так, в общем, не буду здесь немножко перегружать, но в момент переработки фруктозы повреждается печень. Вот этот весь каскад переработки фруктозы, он в конце гепатотоксичен. И если сравнить все виды сахаров, то фруктоза – это самый липогенный вид сахара. То есть, если вы хотите набрать жир, употребляйте фрукты. Ну, фрукты и мед, например, да. Здесь у меня тоже написано 120 килокалорий глюкозы. Из 120 килокалорий глюкозы в качестве жира, так скажем, да, усваивается только 1 килокалория. Получается 1 килокалория. А из фруктозы – 40 килокалорий. Исходя из этого, это сок или смути. В какой-то момент мы пришли к тому, что, ну, есть, например, люди, которые увлекаются фрукторианством, да, или которые много, ну, просто любят, например, пить по утрам сок свежий тоже, или не по утрам, или, в общем, все равно как. Но исследования показали, что использование, что употребление сока хуже, чем употребление смути. Почему? Потому что смути содержит клетчатку. Клетчатка замедляет всасывание сахаров. И если говорить о смути, то, конечно, фруктовый – хорошо, смешанный фруктово-овощной – еще лучше, а овощной – самый лучший. Но почему, я здесь пишу кислый, да, и почему… Ну, кислый здесь имеется в виду, чтобы фрукт был не такой сладкий. Здесь я имею в виду, например, если банан, то он более зеленый. Потому что он, во-первых, содержит тогда больше резистентного крахмала, третьего-четвертого типа, а не первого-второго, и это нечистый сахар. И туда, конечно, рекомендую добавлять, например, ягоды и овощи. Но почему смути тоже не очень рекомендуется? Да, это вот тоже, так скажем, как добавка какая-то. Потому что в этом случае эти продукты, овощи, фрукты или все остальные добавки, которые туда кладете, не знаю, кто-то творог кладет, орехи, семена, они не обрабатываются ферментами ротовой полости. В первую очередь амилазы, которая ответственна за начало переваривания углеводов. То есть уже нарушается цикл переваривания продукта, если вы его пьете просто так, а не пищевой комок во рту не обрабатываете ферментами. Если говорить про вещества, которые научно доказаны, могут... Ну, мы же не говорим про предотвращение старения, возможно, про какое-то условное замедление процесса старения. То есть здесь это действительно антиоксидантные витамины С, и это мультикаротин или смесь каротинов, видов витамина А, конзим-Кудеси, глюкозамин, ликопин, лютеин, цинк, медь, селен. Также сейчас много говорят про розмарин, розмариновый экстракт, розмариновое масло, розмариновый порошок. И, в общем, можете его тоже использовать в связи с этим. Его используют для разных, и чтобы холестерин снизить, и давление снизить, и настроение улучшить, и кишечную микрофлору наладить. В общем, можете его использовать и считаться довольно безопасной добавкой, но в контексте антиэйдж популярной. По поводу гормонов и молодости, или продления молодости. За преждевременное гормональное старение инокринной системы отвечают хронический стресс, опять хронические интоксикации, недостаток питательных веществ и хроническое воспаление. Все это нарушает гормональное равновесие, негативно влияет на почечники, щитовидную железу, половые железы, центральную нервную систему, то есть, в первую очередь, на гипофис и гипоталамус. Но мы знаем, что у нас есть такие средства, которые не нужно нигде искать для того, чтобы гормональное равновесие восстановить. Это йога, это восточные боевые искусства или практики, гимнастики. Это медитация и пилатес. Ну, и я не говорю, что можно вылечиться от какой-то болезни на сто процентов, если вот там больше ничего не помогает. Это как авины с комплементарными, там два дополнительных способов, которые можно использовать и в отношении которых исследования проведены, что они эффективны. Советы по питанию для управления гормональным равновесием и для предотвращения гормональных нарушений. Это интервальное питание и это диеты, которые имитируют голодание и ограничение калорий. На этом я сейчас буквально немножко остановлюсь. Один из наиболее популярных исследователей сейчас, который занимается продлением жизни, использованием разных методик питания для продвижения, для улучшения здоровья, это профессор Вальтер Лонга. Вот не помню в каком университете, сейчас работаю или в Гарварде или где-то, не помню. Ну, в общем, и они уже много лет проводят научную работу насчет диеты, имитирующей голодание. Ну, называется Fasting Mimicking Diet. Диета, мимикрирующая голодание. И в чем суть этой диеты? В том, что они используют разные схемы, но общая суть в том, что если вы в течение месяца 3 недели будете питаться, как обычно, и неделю будете питаться со сниженным калоражем, 500-800 килокалорий, там вся схема есть. Ну, сначала чуть больше, там 800, потом 500. Ну, вот примерно на 500 килокалорий можно остаться. То этим вы в течение недели настолько простимулируете свой иммунитет. Но я не говорю про плохое какое-то понятие стимуляции, я больше, может быть, говорю про восстановление, восстановление, ну, регенерацию какую-то организму. Что эти тактики сейчас используются и у онкологических больных. Я не говорю, что их прямо вылечивают как-то, но просто это глобальная исследовательская работа. В многих, там, отделениях, больших больниц проводится, исследуются особенности питания. И, ну, это один из вариантов. По поводу интервального питания, наверное, вы знаете, это есть разные виды ограничения питания по времени. Это, значит, есть часовые, так скажем, например, 16-8, когда в течение 8 часов было окно питания 8 часов, например, в 7 утра вы позавтракали, 8 часов отсчитали, это будет 15 часов. То есть вот вы с 7 до 15 можете есть, там, раз, два, три раза. Ну, больше трех раз он советуется. А после 15, до следующего утра, до, например, 7, уже кушать не надо, потому что это считается окно голодания, как раз когда происходит восстановление организма. И, ну, я не говорю, это есть разные схемы. В общем, по своим, я советую, у нас есть тоже разные подходы, чтобы сидеть, жизнь усложнять, чтобы стресса много не делать. Можно поесть и 8 часов. Но мы просто знаем, что всегда, чем раньше вы едите, тем это больше метаболически полезно для вашего организма. Если вы еду закончили в 3 часа дня и больше не едите, это намного больше, ну, для вашего здоровья полезнее, чем если вы закончите 8-9 вечера. Но если вы закончите 8-9 вечера, будьте любезны, начните позже, а не в 7 утра, отсчитайте от последнего приема пищи, от 20 часов, если вы домой пришли, 8 вечера, отсчитайте оттуда назад в 8 часов. Так вот вы знаете, что вы должны первый прием пищи сделать в 12 часов. Пропустите свой завтрак, не ешьте. Лучше поешьте хороший обед. И потом, вот, это, это также залог успешной аутофагии или аутофагии. Я раньше, еще дальше про это поговорю. Также полифенолы, биофобоноиды, антиакси... Еще есть другие способы интервалевого питания. Еще есть схемы 5-2, когда вы 5 дней в неделю едите, там обычно едут 2 дня в неделю уменьшаете ковараж. И, в общем, тут по времени тоже есть разные схемы. 24 ома от ван мелодей, когда вы едите только 1 раз в день. И, в общем, ну, везде есть свои тонкости. В общем, рекомендуют обычно есть от 1 до 3 раз в день без перекусов. То есть, это такой стандартный биохакерский совет. Раз 2 недели клажать на 4 часа. А вот, ну вот, помимо этого, на то, что вы до этого говорили, на самом деле, если суммарно посмотреть на это со стороны, то это выглядит как технический прогресс, загнал человека в какие-то нечеловеческие рамки. И если бы мы могли бы максимально приблизить нашу жизнь к условиям жизни наших предков, ну, то есть, в деревне, где не проведено электричество, интернет, вы проводите в течение 8 дней на свежем, 8 часов в день на свежем воздухе и питаетесь, ну, пищей природного происхождения, которую сами собираете и сами делаете, то это было бы идеально. То есть, мы пытаемся мимикрировать под условия жизни наших предков. Очень верно. Прямо 100% согласен. Так и есть. И суть это тоже есть, что у наших предков, например, ну, если мы говорим прямо про ту, так, эволюцию предыдущую, конечно, ну, опять это всё теория предположения, что никогда не было, например, 3хразового или 4хразового питания по часам. Когда я еда была или когда была возможность испостиеть, тогда я еле. Какой-то день еле раз в день. Какой-то день еле три раза в день. Какой-то день еле на ночь. Какой-то день еле с утра. Вот это такая пищевая пластичность, которой у нас сейчас нет, а это нужно для того, чтобы стимулировать какие-то процессы, о которых мы сейчас еще не знаем, которые могли бы продлить нам жизнь. Также другие вещества, еще полифенолы, антиоксиданты, дельта, аминцинк, медь, клетчатка, фитоэстрогены для женщин. Это все про гормональное состояние. Почему фитоэстроген рекомендуется, да? Здесь, конечно, опять нужно с врачом, может быть, со своим советоваться. Знаем, что фитоэстроген и сои, они блокируют, так скажем, избыток натурального эстрогена, который может быть чрезмерно активен, как бы замещает его. Мы знаем, у нас есть и в других сферах такое замещение. Например, мы используем для лечения повышенного холестерина, мы используем, сейчас скажу, экстракт… Нет, 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 сейчас еще, экстракт из шишек или еловый, забыл, как это называется. В общем, он является фитостеролом. Это называется фитостерол. У нас есть холестерол, и вот если этот фитостерол включается в этот обмен, он замещает наш холестерол. И, как бы, не происходит повышение уровня холестерола. И это работает точно так. Хотя фитостерол я в общем не рекомендую, потому что сейчас последние исследования говорят, что, ну, так себе, не очень. Не самая оптимальная замена, потому что фитостерол ригидный. Он не дает, если он встраивается, если он становится частью клетки, то в отличие от холестерола, холестерол очень мягкий и эластичный. А фитостерол, он, это растительный компонент, и он ригидный. И из-за этого клетка может быстро поближдаться. Ну, в общем. Но по поводу фитоэстрогенов, изофлавоноидов, сои или, например, ямса, в принципе, это все можно использовать. И мы знаем, что это может гормональную молодость женщины продлить, да, и может предотвратить развитие каких-то болезней. Ну, также, например, эти изофлавоноиды содержатся и лигнаны, и лигнины содержатся в льняном семене, например. Хроническое воспаление увеличивает, ускоряет старение. Потому что хроническое воспаление – это источник, это основа для повреждения сосудов, это основа для повреждения нервной ткани и основа для эндокринной патологии, то есть гормональных нарушений. Про хроническое воспаление я не имею в виду, что, например, гастрит, хроническое воспаление, оно вызывает по какой-то причине у вас нейрополитикто, воспаление нервов. Нет, хроническое воспаление здесь имеется в виду общее метаболическое воспаление. Опять мы возвращаемся назад к тому, что причиной могут быть токсины, причиной могут быть излишнее употребление углеводов, ну, малоподвижный образ жизни, недостаточно солнца. В общем, всё это, у чего есть противовоспалительный эффект, вот недостаток этого и как раз вызывает воспаление. Системное воспаление и метаболический синдром. Как я уже до этого сказал, что жировая ткань метаболически активна. Она выделяет, ну, часть вот из того, что я здесь привёл, выделяет она сама. Также с выделением, с увеличением жировой ткани связывают увеличение этих веществ. Это различные гормоны, и вот гормоны насыщения лептин, резистин, алипсин, аминтин и другие компоненты. Также факторы некрозы опухоли, альфа-интерлекины. И они все повышаются. То есть опять мы возвращаемся к тому, что человек с ожирением не может быть здоровым, потому что у него выше все воспалительные показатели, чем у человека с нормальным весом. Но также повышаются показатели С-реактивного белка и фибриноген. То есть есть, например, ко мне придёт центр, у которого индекс масла тела 40, и я беру его анализ, у него С-реактивный белок 5. Ну вот, в общем, я как, так скажем, биохакер, как человек, который занимается этой темой, может быть, старения, метаболического долгожительства, я понимаю, что С-реактивный белок должен быть меньше единицы. Всегда, независимо от того, в каком возрасте, какой человек, как только у него появляется какой-то воспалительный компонент, в том числе ожирение, вот тогда ЦРП может быть выше. И вот если 5, у меня, например, была одна женщина, которая была ЦРП, постоянно 20, её обстянули снова до головы. У неё была сетка, соя, 50, никто не знал. Вот она, ну, год, наверное, может, больше даже. И в, там, в Таллине у нас, значит, вверх, и в центральной больнице её везде обследовали, и, в общем, в итоге ей врач, и сиси Айго Стартес просто сказал, ну, у него очень большой был массовый индекс, 43, наверное, или, как бы, третья степень ожирения, четвёртая степень ожирения. И он ей сказал, худеете, и тогда ваш, ну, не знаю, чем это закончилось, но... Так, и причём она была инструктором по питнесу раньше. Так что... Хорошо, спасибо, что пришли. Спасибо, Марк, мы очень интересны. Да, да. Пожалуйста. Что касается иммунитета и воспаления, то один из... Одно из болезней, которые здесь точно интересны, это COVID-19 или любая другая, в принципе, или вирусная болезнь. Мы знаем, что сразу появились уже сразу первые данные о том, что люди с обычным весом нуждаются чаще в госпитализации, чем те, у которых обычного веса нет. И здесь это, конечно, напрямую можно связать с тем, что у этих людей есть хроническое воспаление в организме, которое является фоном для развития этого вируса. Потому что недостаточно, чтобы вирус в торгся, а ещё должна быть среда для него подходящая. То есть все факторы должны совпасть. И мы знаем тоже, что, например, дети, которые какой-то... Пошёл какой-то момент, что дети стали больше заболевать. Точно такая же ситуация. Как правило, с более сильными осложнениями болезнь протекает у детей с избыточным весом. Или у детей, у которых избыточного веса, может быть, его не видно, но у которых есть нарушение инсулиновое. То есть склонность к инсулинорезистентности. Точно так же и взрослые и пожилые. Потому что пожилые говорили, что у нас едят рис, картошку, макароны, печеньки, шоколадки, хлеб, другие злаки, овощи редко, мясо иногда может быть, курочка, сосиски, колбасы. То есть всё токсины, токсины, сахара и в общем всё, что нам для производства воспалительных компонентов. Предотвращение хронических воспалений. Это занятие, в общем, такое медицинское в первую очередь. Это удаление всех хронических очагов инфекции. Это не санированные зубы, не пролеченные. Это хронический генгивит, воспаление дёсен, который также может являться входным каналом для многих инфекций. Это лорорганы, это низкоглеводная диета с высоким содержанием жира. Почему я как-то останавливаюсь на низкоглеводной диете с высоким содержанием жира? Потому что здесь важно, чтобы было много белка, жира и клетчатки, но сахара было меньше. Вот в этом контексте. И уменьшение постирального ожирения, и противовоспалительных компонентов омега-3, биофлавоноиды, куркумин. Ну, биофлавоноиды, в общем, можно туда всё к антиоксидантам отнести. Полифенолы, биофлавоноиды – это активные компоненты растений, как правило. И часто, наиболее часто, это активные компоненты растений ярких. Ну, в картошке, может быть, и есть биофлавоноиды? Ну, наверное, мало. Насчёт атеросклероза и преждевременного старения. Старение, конечно, атеросклероз – это есть фактор преждевременного старения. С чем можно связать возникновение атеросклероза? Я немножко отступлю от каких-то классических постулатов, где говорят, что это просто холестерин. Но это мы все знаем, что холестерин. На самом деле, холестерин – это тоже последствия. И какие здесь есть ещё теории? Это увеличение количества белка, которое вы употребляете. То есть, это сдвиг PH в более кислую сторону. Это хроническое воспаление, например, которое вызвано увеличенным употреблением сахара. Это отсутствие антиоксидантов достаточных. Это отсутствие ядры щелочной. Или, может быть, я сейчас похож на Рину Раусик, которая советует, может быть, пить соду или что-то такое. Но я сейчас покажу вам просто следующий слайд, вы сами увидите. В общем, в этом ничего нет такого, чего бы с медицинской стороны нельзя было бы подтвердить. Вернее, это можно подтвердить всё. И витамин К2, недостаток витамина К2. И сейчас, опять же, если говорим со стороны такой биохакерской, женщинам в переменопаузе, конечно, витамин Д3 без витамина К2 не имеет смысла назначать. Потому что Д3 способствует всасыванию, а К2 – распределению кальция. Не в сосуды, а в кости. В pH еды, ну, здесь мы видим, например, мясо относится где-то вот здесь между четырьмя и шестью, да. И Coca-Cola меньше трёх, это точно я знаю. А, соответственно, всё остальное – это щелочная еда. Я не говорю о том, что вам нужно стать вегетарианцем. Мы тоже знаем, что вегетарианская диета не в какой-то мере так же ущердна, потому что неполноценно из-за того, что не обеспечивает выступление витамин В12, йода, селена, кальция и что ещё, витамина Д, да. Так что вегетарианство или срединаморская диета с низкоуглеводным уклоном – вот это как раз то, что могло бы быть идеальным в спорском витамине. Что может предотвратить атеросклероз? Это щелочная еда. Ну, опять, не нужно переусердствовать с этим, соду не нужно пить. Может быть, и можно когда-то мы поймём, что нужно пить соду. Ну, пока что я лично этого советую, не советую. Щелочную минеральную воду, может быть, там какое-то время от времени можете пить, но, скорее всего, в желудке всё у нас нейтрализуется, вся щелочь кислотой. В общем, от этого особо ничего не останется. Хотя мы знаем, что дело не в том, это исследование так же проводилось, что дело не только в… То есть это не так всё просто, как мы думаем, что мы выпили соду или щелочную воду, и она в желудке нейтрализовалась. Нет. У нас в желудке, в эпителии, в выстилке желудка, у нас есть ионные каналы. Так вот, когда происходит эта реакция передачи электронов или каких-то других заряженных частиц, вот эта реакция между щелочной едой и кислой средой, тогда этот заряд переходит на клетки желудка, и дальше начинается какой-то каскад. Так вот, на крысах, конечно, доказывали, что этот каскад является противовоспалителем. Ну, то есть мы теоретически можем предположить, что сода или щелочная вода минеральная, она вот где-то теоретически может быть противовоспалительная. Ну, низкоуглеводное питание, достаточно магния, витамины К2, Д, Омега-3 и таурина. Ну, то, что как раз если мы говорим о пескетарианстве, то есть это способ питания, когда человек ест больше овощей, и вместе с овощами рыбу и морепродукты. Конечно, здесь нужно иметь в виду, что микропластик и меркурий, свинец, канмии и, в общем, все остальное. Ну, овощи с морепродуктами. Здоровье печени также важно. И здесь это токсины, это фруктоза, как мы уже говорили, это дисбактериоз. Опять, как его ни назови, дырявый кишечник, дисбиоз, дисбактериоз, нарушение микрофлоры кишечника. Недостаток антиоксидантов и недостаток фитонутриентов. Раньше считалось, что жировая болезнь печени может быть только алкогольной. Ну, опять же, возвращаясь к нашим предыдущим слайдам о фруктозе, теперь мы знаем, что вот это NNAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, неалкогольная жировая болезнь печени, очень спокойно возникает у людей, которые употребляют фруктозой. Но хорошая новость такая, что от этой неалкогольной жировой болезни печени можно избавиться. И особенно, если не очень долго длится, это детоксификация. Ну, здесь мы опять говорим о том, что, поскольку печень у нас основной орган биотрансформации, биоаккумуляции, то есть там у нас разные детоксификационные процессы происходят, то, конечно, просто нужно обратить внимание на печень. Уменьшить употребление фруктозы. Использовать олигофруктозу из цикория, артишока, спаржи, чеснока или просто чеснок. И еще тут у меня написано, что чеснок также уменьшает количество гормонов голода, или уменьшает секрецию гормонов голода, глинина. Уменьшить употребление трансжиров и омега-6, и растительных жиров, которые содержат омега-6. Это, в первую очередь, оливковое, подсолнечное, рапсовое, и соевое, и вообще все другие. Кунжутное, все масла из семян. Считается и масло виноградных косточек, и тыквенное масло, и все другие. Они богаты омега-6. Это сейчас такая, опять же, теория, что соотношение омега-3 и омега-6 у нас в еде должно быть примерно 1 к 1. Но если вы начинаете использовать продукты, которые богаты омега-6, мы знаем, что это, в первую очередь, растительные масла, полученные из семян. Это соотношение намного увеличивается, может достигнуть 20 к 1. И у этого, в первую очередь, такой эффект, что считается омега-6 как провоспалительные, если они превышают омега-3. А если они в равновесии, то как будто все баланс. Так что растительные масла лучше исключить, оставим только оливковое, кокосовое и масло авокадо. Ну, конечно, еще животные жиры я тоже советую использовать. И сливочное масло, и топленое масло, масло грии, и жир, и сало. Это все полезно. Конечно, если это все не от каких-то искусственно выращенных свиней, это сложно. Ну, я имею в виду с... В общем, те, которые ели, неизвестно, что на фабриках. И, в общем, это уже отдельная тема, что где это все купить, то, что бы не навредило. И уменьшить количество трансжиров. В первую очередь, печенье. И это хлебобулочные продукты. И все, где содержится маргарин. Какое третье масло было? Оливковое, авокадо? Оливковое, авокадо и кокосовое. Также необходимо исключить еду, которая содержит глютамат. Также исследования показывают, что глютамат может способствовать увеличению, усилению, ожирения печени, а не алкогольного. Необходимо снизить вес, необходимо нормализовать микрофлору кишечника. Почему? Потому что есть ось, кишечник, печень. Такие оси есть со всеми опытами. Между кишечником, кишечником кожи, кишечником кости, кишечником головной мозг. В общем, кишечник, половые органы, все. Точно так же есть такая ось между кишечником и печеньем. Необходимо увеличить это количество антиоксидантов, которые употребляют. Но в первую очередь это какие-то овощи, источники. Если невозможно, из овощей это все употребляем. Овощи, ягоды, орехи, семена. Если невозможно из этого, тогда добавки какие-то. И полноценный белок для того, чтобы ферменты достаточно вырабатывать. Полноценный белок здесь имеется в виду полноценный или разнообразный. Это может быть немножко мяса, немножко рыбы. Белок, полученный из бобовых, кисломолочные продукты, семена, орехи, яйца. Ну вот, сделайте так, чтобы он был полноценный. И фитонутриенты. Ну и хроническое употребление алкоголя, конечно, это тоже. Фроническая усталость. И вот вы приходите к врачу и говорите, что что-то не то, устаю, или, может, плохо сплю, а может, и хорошо. И вот как-то один день так, один так, ну вот как-то непонятно. И врач ему говорит, ну, знаете, что моя дорогая, вот по анализу вы здоровы. Ну и на этом можно заканчивать с приемом врача. И это такой классический подход. Я могу таким пациентам посочувствовать, таким врачам могу тоже посочувствовать. Почему? Потому что у них просто нет времени с этим разбираться. И, в общем, здесь речь не в том, что я могу сразу разобраться, если ко мне придет такой пациент, и я сразу скажу, в чем проблема нет. Но просто нужно понимать, что у этого пациента действительно есть эта проблема. Скорее всего, это вот такое накопленное. Это накопленный кортизол, это накоплены токсины, это накопленный недостаток питательных веществ, потому что это еда их просто не содержит. Это и есть хроническая усталость, нарушение умственных способностей, это проблемы с кожей, с ногтями, с зубами, это скачки настроения, это избыточный вес, аллергия, в том числе пищевая аллергия, частные вирусные инфекции, в том числе герпес. Как поступают токсины? Токсины поступают через воздух, воду, еду и через кожу. И такой процесс известный, биоаккумуляция, когда токсины откладываются, если их накапливается слишком много. То есть у организма есть какой-то резерв, когда он может с ними справляться. Как только в какой-то момент их поступает больше, вот момент начинает накапливаться. Разные циды. Перед тем, как растения посеять, землю обработали. Перед тем, как после того, как посадили, растение начало расти, это значит, сперва обработали гербицидом. Как растет, обработали пестицидом. Как собрали, обработали фунгицидом. И так каждый раз. То есть хранить такого острого отравления вы не получаете. Но варна с течением многих лет накапливается. Это аллергенность, это иммунотоксичность, то есть что делает пестицид. Это эмбриотоксичность, нарушение репродуктивной системы. Это поздний начало менструации. В первую очередь двиг, я сейчас скажу почему. Нарушение менструального цикла. Это спонтанное прерывание беременности, мутагенность, канцерогенность, эндокринные нарушения. Это нарушение сексуального развития. Нарушение усваивания йода. Многие пестициды, например, в частном слуху глифосат, они пародируют, имитируют действия половых гормонов. И есть даже такое понятие эндокринные дезрапторы. То есть, если вы употребляете много такой еды, которая содержит пестициды, вы по сути можете быть под влиянием внешних гормонов, а не внутренних. Или нарушенного функционирования гормонов. Из ежедневного такого нашего оборота, это бисфенол-А, триклозан, нанилфенол. Это не пестициды, это токсины, которые вы каждый день имеете дело. Ну вот я, например, тоже сегодня. Я, кстати, даже не посмотрел. Я знаю, что у меня на моей бутылке я специально покупал, что не написано, что без бисфенола. И мы знаем, что бисфенол есть, может, какие-то регуляции есть где-то. Ну, в общем, вы еще можете это все убедить. Это детские бутылочки, и питьевые бутылочки, и еда, в которой вы, там, в контейнер берете еду на обед. И это медицинские какие-то товары. Это всякие... В общем, все, что вы используете. Это и линзы в глаза, это и блендеры, где вы еду готовите, и смузи, где вы ее делаете. Поэтому тоже, если у вас есть блендер, посмотрите, есть ли чаши BPA-free. Сейчас есть такие чаши, и я, например, тоже себе купил такой блендер, где написано, что чаша BPA-free. Ну, триклоза. Ну, все знаете, что и мыло, и паста, и ополаскиватель триклоза. Здесь понятно, что это, в первую очередь, нарушение микрофлоры. Всего, что только можно. Это какая-то неизбирательный антибиотик, который, ну да, нарушает микрофлору и слизистых, и кожи, и, в общем, конечно, его инструменты использовать. И как токсины действуют? Они замещают, они идут в фермент, и замещают металл, который должен быть в ферменте, для того, чтобы фермент был активный. И металл, и витамин. И токсины повреждают мембраны клеток, ферменты, вызывают оксидативный стресс и снижают защиту от свободных радикалов. Тело наше хочет четыре стратегии использовать, чтобы освободиться от токсинов. И он, те токсины, которые могут растворяться в воде, он их выводит спокойно. Те, которые в жире растворяются, он их биотрансформирует в органах, системами, которые специально для этого предусмотрены. И антиоксидантная защита от свободных радикалов. И упаковка или упрятывание этих токсинов в определенные ткани. Но это такой поговарный вариант. Вот, если ничего другое не помогло, тогда токсины идут, куда-то изолируются. И мы немножко задержимся, и на пять минут раньше, позже начали, и на пять минут задержимся, если вы не против. И вот такое у меня есть заключение. Если выведение токсинов долгое время нарушено, то к 40-50 годам человек становится контейнером с отходами. Ну, я не знаю, просто врачи часто видят таких людей, которые, например, в 50 лет, ну, в общем, уже плохо выглядят и плохо функционируют. Вот это такое. Первая стратегия – это как раз выведение водорастворимых токсинов через кожу при потении, при, значит, дефекации скалом, через легкие и через мочевую систему. Но водорастворимых токсинов только 25%, а остальные 75% – это жирорастворимые. И с ними, конечно, проблема. Вот этим занимается печень. Печень занимается биотрансформацией. У нас есть, ну, одна из систем – цитохром P450. Это несколько ферментов, которые также друг другу взаимодействуют, передают по очереди. Все, они, например, переводят жирорастворимые токсины в водорастворимые, чтобы его уже можно было легче привести из организма. Третье – это антиоксидантная защита. Это как раз витамины, которые мы получаем, или другие кофакторы, которые мы получаем с едой. Витамин С, Е, это каротин, витамины. Это металлы, которые участвуют в ферментах, в обезвреживающих силен, цинк, марганец, медь, железо. Вот я вам обещал, что по поводу антиоксидантов скажу и свободных радикалов. Так что делает у нас антиоксидант? Он отдает свой свободный электрон свободному радикалу и как бы нейтрализует его. Но сам антиоксидант при этом также становится свободным радикалом, потому что он его отдал, этот электрон. И для того, чтобы его восстановить, нужен следующий антиоксидант. И вот так один за другим. Один отдает, другой отдает ему. И вот один за другим. Чтобы этот каскад не нарушался, количество антиоксидантов в организме должно быть достаточным. Не избыточным, а достаточным. Почему нельзя, чтобы было много антиоксидантов? Потому что они нарушают естественный стресс и вызваны эти положительные сдвиги. То есть, если вы занимаетесь спортом и тот же выпьете, не знаю, тысячу миллиграмм витамина С в смеси с витамином Е и с витамином А, вы нивелируете полезный эффект от вашего спорта. Потому что во время спорта ваши мышцы подразорвались, ваши связки подразорвались, у вас где-то еще как будто микроповреждения образовались. Так вот, суть спорта и есть, чтобы ваш организм без внешнего вмешательства с этим смог восстановиться. Это такой гармезис, кратковременный полезный стресс. Так вот, если вы используете после спорта, в общем, это нарушает этот естественный цикл. И поэтому сейчас и советуют, что спортсменам не употреблять витамины в день занятия активной физической нагрузкой. И только витамины, там тоже про метформид еще был разговор. Ну, мы, может, когда-то поговорим тоже про него. Но свободные радикалы не только враги, они также еще друзья. Потому что у нас, например, здесь клетки макрофаги, которые отвечают у нас за защиту от бактерий и вирусов. Только вот макрофаги как раз используют эти свободные радикалы для того, чтобы убить и бактерии, и вирус. И это все связано с, в общем, завязано на митохондриях, вся эта свободно-радикальная тема. Потому что, когда есть такая теория, да, структурного приспособительного следа, когда у нас возникает стресс, митохондрии производят больше энергии. И это как горящий котел. Как только энергии больше, оттуда начинают свободные радикалы выходить. И сначала они выходят в клетку, потом в внеклеточное пространство. И как раз для того, чтобы их вот там поймать, где бы они ни были, чтобы они не принесли вреда, для этого нужны антиоксиданты. Ну и как раз вот эта стратегия откладывания. Это в соединительную ткань, в жировую ткань, в лимфатическую систему и в мышечную систему. Да. Так. То есть, когда эти токсины откладываются, они нарушают функционирование как бы выше лежащего и ниже лежащего слоя. Вот этот промежуточный слой с токсинами, он остается таким отдельным, с токсинами, вот так скажем, да, поврежденным. И из-за этого поверхностные лежащие клетки не могут через него проедать, уморят даже, не могут получить, например, кислород из ниже лежащих тканей, где кровеносные засуды идут. Ну и здесь туда просто принес виспиральное ожирение, фотография, как пример хронического воспаления. И мы знаем, что в жире тоже могут откладываться токсины, так вот у людей, которые резко теряют вес, у них может быть интоксикация. Например, в больнице это тоже можно заметить, в стационаре. Например, если с человеком что-то, какая-то серьезная болезнь, он начинает резко худеть, можно заметить, что у него часто бывают нарушения многих анализов крови. Хотя, в общем, болезнь как таковая, например, инсульт, с которым он поступил, она никак с этим не связана. Но там есть проблемы и с печенью, и с почками, и там креатининг поднимается до потолка. И, конечно, токсины никто не измеряет в этот момент, но, в общем, для того, чтобы печень защитить, в первую очередь, крестоцветные. Это все виды капусты, это редиска, брокколи, цветная капуста. Они стимулируют работу вот этого цитохрома P450. Все продукты с инулином, белок, расторопша, одуманчик, все такое народное. По поводу интеллекта, да, у нас уже не очень много остается времени, вернее, вообще у нас нет времени. По поводу интеллекта, в общем, факторы все те же самые. Но здесь еще задействовано нарушение суточных ритмов. И мы также знаем, что у нас есть ось кишечной и головной мозг. И здесь могут влиять такие продукты, как, например, глютен, лектины, которые, разлагаясь, производят такие компоненты, производят такие вещества, которые называются экзорфины. В общем, у нас есть те эндорфины, вы, наверное, слышали, это экзорфины. Они похожи на такие морфиноподобные вещества. То есть, если вы едите продукты с глютеном, это выпечка, вы к ней привыкаете. Потому что, по сути, вы становитесь от нее зависимым из-за этих экзорфинов, которые в кишечнике вырабатывают. Точно так же с казеином. Если вы молочный продукт принимаете, употребляете, мы знаем, что если вы сыр там едите или что-то, есть сырная зависимость, точно так же с казеином связано. Для поддержки мозга здесь тоже низкоуглеводная диета, омега-3, снижение веса, витамин К, трептофан в мясе, в животных продуктах, витамин D. И у нас, да, вообще уже нет времени. Очень-очень такая грандиозная лекция получилась. Еще, на самом деле, много слайдов хотел вам показать. Ну... До 7 часов, до 19.00 мы еще можем быть здесь. Просто я не знаю, вот вы здесь хотели убежать, хотели. Может, там уже не смотрят никто машину, все часы. Я могу сходить, переставить время, вернуться. Ну, не знаю. А мы можем сделать вторую лекцию еще, например, можем еще раз встретиться. Можем сделать, можем сделать вторую. Я боюсь, здесь на пару, можем прям... Да, да. Мы можем до 19-10, а дальше... Дальше... Двадцать часов. Да, да, у меня еще прям есть. Нет-нет-нет, я думаю, что мы... Я думаю, что мы не еще десять минут. Вот. Хорошо, тогда... Хорошо, тогда еще продолжим. Два гормона противоположных, с противоположным действием — это кортизол и мелатомит. Как я уже говорил, мы до этого говорили. Кортизол — это гормон, который на почечнике вырабатывает. Мелатонин — гормон, который вырабатывается... Раньше считали, что вырабатывает шеркалина железа в головном мозге. А сейчас считают, что его частично работает митохондрия в течение дня. То есть мелатонин — это не только гормон, который ночью вырабатывается, но вот сейчас делают предположение, что вырабатывается и днем. В ответ на интенсивный солнечный свет. Вот такая парадоксальная реакция. Так вот. Мелатонин вырабатывается эффективнее всего гормона. Сна, восстановление, противораковый гормон, который способствует снижению веса, вырабатывается примерно с 8-9 вечера до 5 утра. И как раз в 5-6 часов утра начинает подниматься кортизол, чтобы вас разбудить. Многие люди на эти ритмы отвечают своими ритмами. И не ложатся спать тогда, когда мелатонин поднимается. И не просыпаются тогда, когда кортизол поднимается. Это может связано с ночными сменами, с какими-то праздниками, просто с рутинными какими-то вещами. Что здесь еще важно — это то, что с 11 до 2 часов выделяется гормон роста. Мы знаем, что гормон роста — это не только чтобы дети росли, но и у взрослых он также имеет большое значение. Он является также восстанавливающим гормоном. И восстанавливающий — это значит, что… У меня вопрос. А когда часы переводят, остаются те же самые высокие? Вы знаете, это такой сложный вопрос, да. Здесь есть разные подходы. У меня, например, один пациент сказал, что я вот живу по китайским часам по каким-то. И вот это то, что переход туда-сюда — это все его ритмы взбивает. Потому что там, если ты до половинства по китайским органам, я это принимаю все. Если ты не лег спать, то очищение печени не произошло к этому времени или там не пойдет. Вот, и поэтому… Но ваш вопрос — это сто процентов это влияет. То есть ваши ритмы уже налажены, что вы во столько-то отходите ко сну, или во столько-то просыпаетесь, и сейчас вот вас сдвинули. Это для вас кратковременный стресс. Мы считаем его, в общем, как полезным стрессом теоретически, как гармезис. Вот, что… Но если он уж такой длительный стресс у вас вызывает, тогда, конечно, нужно как-то с этим что-то делать. Ну, можно в какое-то время мелатамин-то принимать, да, экзоген, таблетки мелатамина. Ну, вот здесь тоже так. Просто вы сказали, садились к тебе до двух. То есть, что называется, по какому часу вы уходитесь? Мы… Знаете что? Мы считаем примерно так, что вот как солнце зашло, вот это дает вам сигнал к тому, чтобы вы потихоньку ложились спать. Поскольку вы ляжете спать, ну, в сень вечера, ну, не рекомендуется, да, вот просто не рекомендуется. А где-то с полдевятого уже это будет полдесятого или полодиннадцатого. Ну, вот это вы уже сами можете регулировать. И следствие дефицита сна, недостатка сна. То есть, если вы, например, не досыпаете, да, каждый день, по полчаса, например, плохо, не знаю, кто-то вас разбудил или что-то, или по часу, только у вас за неделю накапливается три с половиной часа недосыпа. И это тоже известно. И недостаток сна вызывает избыточный вес, снижение толерантности, ухудшение толерантности к глюкозе. То есть, вы хуже реагируете на сахар, который вы едите. Он выше, как бы, он выше поднимается у вас в крови, у вас нет компенсации хорошей. И снижается количество мышц. Сейчас как раз саркопения про то, что вот здесь был вопрос. Саркопения – это снижение количества мышц. И у мужчины, у женщины обычно к старости снижается. Также может сопровождать, например, тяжелую болезнь какую-то. Или гипидинамию. И у него, когда болели три месяца, да, в больнице после этого саркопения может наступить. Или после перелома, например, да, тоже саркопения. Из этой мышцы, из-за того, что она не функционирует, уходит мышечные клетки, как бы истончаются мышечные волокна. Для профессионального вопроса, а как саркопения там что-то демонстрируют? Да. Через… можно через… Как же это называется? Киа-постис. Киа-постисам Эдмина. Импедансиметрия. Вот. Можно этим. Можно через Дексу тоже. Можно по МРТ. Специальный МРТ за американцы. Но только внешне. В общем, в принципе, внешне. Это что-то соотношение… Да, соотношение. Но мы знаем, что там, например… Этого возраста-то характерно… Да, 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 да. Ну, мы знаем, например, что там для мужчин должно быть мышц минимум 35, да, там в моем возрасте, я знаю, 25%. С этой семьей, если у меня 25% мышц, то у меня саркопения, да. Не болезненная, какая-то не морбидная, но может физиологическая, может быть еще что-то, не знаю как. Но мы знаем, что чем меньше мышц, тем хуже, тем больше это фактор риска для развития разных болезней. И если у нас человек оживевший, с худенькими руками, ногами, то есть мышц нет, а живут огромные, так вот это стопроцентный у нас кандидат на короткую жизнь. Потому что мышц нет и все остальное плохо тоже. Ну, вот как раз пример, да, саркопения. Здесь мышц достаточно, здесь мышц мало. И я вот еще хотел сказать, что мы говорили, почему мышцы полезны, потому что они вырабатывают разные вещества полезные. Например, миоаксосомы, которые эластичность кожи способствует, как бы сохранению, способствует нормальной работе пищеварительных органов. Они вырабатывают миокины. Миокины – это антипролиферативные компоненты, которые могут препятствовать возникновению опухолей. А диагноз по РХК-10 то есть? А саркопения имею в виду? Или какой? РХК-10, диагноз есть, а как мне? Саркопения. Может быть, это, может быть, кофексия это будет тогда, а может быть и есть саркопения. Не знаю. Интересно. Да. Такая глобальная стратегия успеха, ну вот уже ближе к концу, что это системная детоксикация. Опять, как бы это ни звучало, не знаю, громко или привычно, или наоборот непривычно, я не говорю о том, что это нужно какие-то биодобавки принимать, что это нужно как-то чиститься, делать клизмы и все остальное. Под понятием детоксикации я имею в виду в первую очередь нормализацию естественных очищающих процессов организма, чтобы вы потели. То есть, если вы не потеете, значит, вы не выделяете поторастворимых, как бы водорастворимых токсинов, да, если вы не потеете. Если вы недостаточно мочитесь, то у вас с мочой из него выходит много. Если у вас желчь вырабатывается плохо, то у вас с желчью не выходят те токсины, которые должны выходить. Ну и вот все так далее. Ну, соответственно, нужно больше пить, нужно больше заниматься спортом, чтобы потеть, нужно желчегонные препараты принимать, нужно, ну вот так, ну то есть, как бы достаточно жира есть, чтобы желчь достаточно арабатывалась. Это восстановление кишечного барьера, это устранение недостатка питательных веществ, это решение проблем СИБР, да, по-русски, синдром избыточного бактериального ростка и СИБР по-английски. Это как раз такое, дальше там у меня будет, это лечение дисбактериоза, это устранение хронических воспалений и восстановление гормонального равновесия, это полноценное питание, это пребиотики, метабиотики, это противовоспалительная еда, которая не пережарена, не перенекорченая, не рафинированная, антимутагенная, это антиоксиданты, фитонутриенты, это горметическая еда, противострессовая, например, кверцетин, куркумин, глюкозами, с низким гликемическим инсулиновым индексом и которая содержит вещества, которые ингибируют гены старения. И про аутофагию, пару слов, это как раз процесс, когда ваши клетки очищают ваш организм. Аутофагия запускается едой разной, например, вот, во-первых, запускается голоданием и низким колоражем, и, во-вторых, разнообразной едой. Это, ну, которая кверцетин содержит, значит, гречка, спаржа, красный лук, яблоки, красный виноград, черника, куркумина, пигалка, тихингалат и буникалагин в зеленом чае, в гранате. У нас есть три гена, как раз на которые мы можем влиять в отношении старости. МТОР, P38, NFKB, KB, и, ну, не только они, да, ну, вот это основные. И здесь, в основном, это все овощи и специи, которые нужно использовать ежедневно в своей еде, ну, в том числе оливковое масло, опять повторюсь, считается сейчас тоже таким одним из главных. И заключающий слайд по поводу питания. Это овощи, белок, орехи, семена, ферментированные продукты. Это квашенная капуста, квашеные огурцы, любые другие квашенные, общие естественным брожением с квашеной, без уксуса. Соль можно. Это полноценный растительный и животный жир. Это сало, да, я здесь написал, масло сливочное, оливковое, кокосовое масло, авокадо, реже фрукты. Фрукты реже из-за фруктовых. И ягоды можно. Вот ягод у меня здесь нет. И ягоды обязательно, конечно. Потому что они как раз содержат полифенолы. Че ярче ягода, тем лучше. Спорт. И нахождение на свежем воздухе. Полчаса в день. Кровь из носа. Будьте любезны. Утром, днем, вечером. Вот я сейчас сидел в библиотеке. Вижу, сидят вместе со мной. Я сижу два часа. И вот они сидят. И я понимаю, когда они пришли. Окей. Но я вышел с промежутки на улицу, да, на пять минут. Хотя мы там тоже посмотрели, что творится. Вот. Все. Спасибо. Пожалуйста. Какие-то вопросы у вас есть? Будет ли запись сегодняшней этой лекции? И где вы находитесь? Да, я надеюсь, что запись будет. Я надеюсь, что все записалось. Мы находимся в Сталине. Конечно. Но мы делаем электронные консультации. Можем делать через портал Минудок. И, да, можно по телефону, можно по электронной почте. Надо в Тартур переезжать. Да, да, да. Ну, может быть, еще приедем на лекцию. Очень познавательно. Хорошо. Я рад. Да, я рад. Спасибо. Желаю вам тоже, чтобы вы по возможности старались сделать так, чтобы жизнь прожить долго и здорово. Ну, нужно, чтобы в жизни было меньше стресса. Постарайтесь убрать то, что вызывает стресс. Или, по крайней мере, минимизировать, чтобы было меньше кортизола. Занимайтесь собой. Найдите для себя время. Полчаса в день и двадцать минут. На медитацию. На что-то еще. Ну, вот. Чтобы у вас был максимальный, чтобы вы получили максимальный эффект от парасимпатической нервной системы. От той части нервной системы, которая отвечает за расслабление, успокоение и долгую жизнь. Опять, если мы говорим про какие-то такие вещи, то мы знаем, что те монахи тибетские, которые только молятся... Ну, конечно, таких нет. Это вот исторически так было. Это вот исследования там проводили. Которые только молились. Они меньше жили, тем те, которые молились, а в промежутках единоборствами не занимались. Потому что это для них единоборство, это гармезис, это полезный стресс. Так что хорошо не только отдыхать, но и немножко себя стимулировать. Вот так. Хорошо. Спасибо за внимание.